Благодарю, Татьяна. Я хочу представить вам тему сегодняшнего нашего вебинара. Она является неким продолжением, возможно, хотя автономно некоторых идей, которые были озвучены мной на предыдущих вебинарах, посвященных как раз работе и специфике работе, особенности методологии работы с детьми с ОВЗ и не только. Вот актуальность таких тем, безусловно, на мой взгляд, заключается в том, что использование вот тех школьных программ, которых мы обязаны придерживаться, дошкольных или школьных в ОВЗ и адаптированных программ, усложняются, согласитесь, из года в год. И не всегда они ориентируются на возрастные или психические особенности ребенка. И позже, в результате даже способных к обучению детей, детишки попадают в разряд неуспевающих. И еще одной из причин трудности обучения могут быть, конечно, различные недоформирования отделов головного мозга. И это не значит, что что-то с ребенком не так. Поэтому постараемся сегодня в аспекте рассматриваемой темы охарактеризовать нейроигры и нейроупражнения, как в дошкольном, так и в младшем школьном звене, как они вводятся и какие-то элементы введения на уроках, в частности на уроках русского языка. И что собой представляет вообще нейроупражнения, как активизирующие развитие речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. И для достижения этой цели я для себя ставлю сегодня такие задачи, как показать, каким образом можно с помощью нейроигр стимулировать речевую активность детей, развивать слухо-речевое внимание детей, нейродинамические процессы головного мозга усилить и, может быть, убыстрить. И именно те, что отвечают за речь ребенка и познавательные процессы. Понятно, что вот такие коррекционно развивающие занятия, они необходимы детям не только не успевающим в школе из-за отставания в развитии отдельных психических функций, но и детям, которые со школьной программой вполне справляются, но в ущерб своему здоровью. Откуда есть пошло вся эта нейроигровая техника? С именами Пола и Гейла Деннисон связывают, прежде всего, программы по нейро-гимнастике. Вот такая книга была выпущена и методика активизации природных механизмов работы мозга с помощью таких упражнений, которые объединяют движение и мысль, благодаря которым они, в общем-то, и получили широкую известность. Сам доктор Пол Деннисон до 9 лет практически не разговаривал. И поэтому в своих исследованиях он показывает вот эту непосредственную связь специфических двигательных упражнений на развитие своего организма. И этому посвятил практически всю свою жизнь. Понятно, что все мы получаем информацию об окружающем мире с помощью органов чувств, которые передают полученные сведения в наш компьютер, в наш головной мозг. И качественная, продуктивная работа мозга, она является залогом как отличной памяти, реакции, так и навыков, необходимых навыков быстрого переключения с одного вида деятельности, но другой. И тренировать мозг поэтому рекомендуется прямо с детского возраста. И вот особую популярность нейрогимнастика получила особенно в последние годы. И задаюсь вопросом, что это очередной тренд или все-таки действительно полезная штука. И давайте попытаемся разобраться с помощью рекомендаций наших разработчиков гимнастики мозга. О чем эта книга и стоит ли ее прочитать? Безусловно, стоит. Почему? Потому что первая часть, она стоит из четырех частей. Первая часть посвящается некой теории, то есть таким вот физическим навыкам, которые применяются в процессе обучения и приводят к интеллектуальным достижениям и способствуют одновременно как успехам в учебе, спорте, так и в других сферах деятельности детей. Здесь, собственно, кратко описана и структура мозга, как связаны отдельные зоны мозга с движением, восприятием и обучением. Вторая глава этой книги как раз очень полезна с практической точки зрения, предлагает 26 упражнений, которые позволяют получить немедленный результат. В третьей главе тоже практическая демонстрируется фотография детей, которые выполняют упражнения по предлагаемой методике Даны. Подробное пошаговое объяснение того, как и на что влияет каждое движение. Причем каждое из 26 упражнений выполняется не более одной минуты. И приводится личное впечатление детей об их эффективности. Четвертая часть этой книги содержит идею о том, как применять эти упражнения в повседневной деятельности. И дается конкретная шестишаговая программа по применению упражнений, включая интерактивные истории, игры и предложения, рекомендации по музыкальному сопровождению. Ну, а роль о музыке, я всегда говорила на своих вебинарах по подобной проблематике, можно при желании пересмотреть. И почему еще стоит эту книгу прочитать, я считаю, тоже примеряя к себе и всегда какие-то, когда я ознакомлюсь с какими-то методиками или модернизирую, трансформирую их, я всегда стараюсь тестировать на своих близких применительно и к себе, но с учетом, естественно, тех особенностей, кому потом мы рекомендуем. И, естественно, слушаю, бываю на конференциях и различного рода научно-методических мероприятий, в педагогических конференциях. Стараюсь вот услышать, и не просто слушать, а услышать то, какой непосредственный результат дают те или иные техники. Мы с вами, выступая как преподаватели, учителя и как родители, безусловно, знаем, что школьники иногда перестают воспринимать материал, и по различным причинам, иногда по их совокупности, успеваемость начинает снижаться. И происходит это, в частности, еще из-за того, что стресс, некая травма психологическая или тревога просто препятствует проявлению их естественной склонности к познанию. Вот тогда описываемые в данной книге комплекс упражнений помогают смягчить остроту ситуации, снять ее, восстановить, а затем и усилить способности ребенка к обучению. И вот те упражнения, которые подробно описываются и визуализируются, помогают развить чувство равновесия, навыки чтения, письма, улучшают слух, память, скорость реакции, оптимизируют в целом процесс обучения и помогают справиться со стрессом и тревожностью. Ну и, конечно же, дарят удовольствие детям, поскольку это все в игровой форме дается. Книгу можно приобрести или почитать в Литресе. Адрес я здесь указываю, поэтому переходим далее. К тому, что, еще раз повторюсь, представляет собой нейрогимнастика. Это, прежде всего, совокупность таких игр или упражнений в игровой форме заданий, которые развивают с разных сторон, тренируют мозг ребенка. Существует в связи с этим такое понятие в нейрогимнастике, как образовательная кинезиология. То есть это такая часть прикладной науки, которая изучает развитие умственных способностей и через выполнение определенных заданий позволяет тренировать оба полушария мозга. То есть решает мозг у нас множество задач, связанных в частности с проявлением когнитивных способностей. Перечислять те стороны, которые нейрогимнастика позволяет реализовать на практике по развитию мозговой деятельности у детей, можно предельно много. Я остановлюсь только на том, что, во-первых, в целом улучшается память и развиваются способности к воспроизведению информации, что немаловажно для детей со специфическими особенностями развития. Снижает утомляемость, что тоже немаловажно даже в целом для физического здоровья и восприятия дальнейшего материала. Укрепляет вестибулярный аппарат, что тоже играет роль при реакции, быстрой реакции оперативной. Ну и, конечно же, психологически предрасполагает детей к учебе, потому что снимается некое напряжение внутреннее, вот эта внутренняя пружинка, которая рано или поздно срабатывает на физическом уровне, и дети начинают болеть. Нейрогимнастика помогает не только в школе, не только в детском саду. Это тот процесс, когда мозг находится в активной работе, и выполнение таких упражнений, поверьте, не только детишками, но и нами, преподавателями, взрослыми людьми, благоприятно скажутся и сказываются уже в обычной жизни деятельности человека, когда приходится работать с компьютером, водить автомобиль или управлять какими-то другими механизмами, приборами, потому что всегда переключение с одного вида на другой вид деятельности – это оперативная память. Ребенок может быть абсолютно здоровым физически и умственно, но тот мозг, который все еще развивается, может не всегда справляться с теми нагрузками, которые уже с дошкольного возраста предлагаются по образовательным программам. И процессы, конечно, многоэтапные. В частности, я выделяю три этапа развивающих коррекционного процесса, которые поможут нашим детям, послужат своей родной благодатной почвой. Почему? Потому что мозг ребенка находится на стадии формирования, в отличие от взрослого человека, и у каждой психической функции существует своя программа развития. Вот нейроигры и нейроупражнения, они помогают с этапа на этап, последовательно преодолевая процесс от простого к сложному постепенно. Иногда приходится на этапе простого быть подольше, прежде чем не усвоит ребенок, прежде чем переходить на следующий более сложный этап. И, соответственно, эти задания, они обеспечивают межполушарное взаимодействие, которое, в частности, прослеживается у детей с разными степенями нарушений речи, с едва заметными, с тяжелыми. В любом случае, в основе этих нарушений лежит какая-то дисфункция в межполушарном взаимодействии. Напомню вам, что левое полушарие наше оперирует аналитикой. Это условные знаки, слова, символы. Это та часть мозга, которая отвечает за письмо, счет и аналитической способности. Правое образное, как его еще называют, полушарие, оперирует реальными предметами и отвечает за пространственную ориентацию и пространственные отношения. Поэтому межполушарная координация в деятельности маленького человечка, она, безусловно, играет большую роль и в том числе в познавательных процессах, за которые мы с вами, конечно, несем не просто ответственность, а гиперответственность. Почему я сегодня неоднократно буду отвечать на этот вопрос? Потому что детки, которые либо склонны к импульсивным каким-то случайным реакциям, или, напротив, замыкаются в себе и живут в собственном мире, и отвлечь или выйти с ними на контакт, тогда уже некий процесс с собой представляет. И вот такие люди в детском возрасте испытывают трудности в освоении правил и инструкций. А мы живем с вами в конвенциональном мире, то есть в мире, где договоренности всегда превалируют. И детки не могут удерживать часто очень внимание, отвлекаются и как бы застревают, не имея возможности переключаться с неправильным выполнением заданий, выйти на правильный маршрут. Поэтому вот те задания, они позволяют, во-первых, выполнить много задач одновременно. Я буду комментировать каждое то упражнение, которое в определенных методиках встречала и сама их использовала. Ну, например, в развитии речевой регуляции своих действий. То есть одновременно, когда комментируешь, вот обращая внимание, дети в школьном возрасте, даже в студенчестве, когда я прошу комментировать то, что пишешь на доске или выполняешь работу, одновременно не могут представлять сложности, что первоначально, естественно, уже в студенческом возрасте, когда встречаешься с такими или в старшем школьном возрасте случаями, понимаешь, что где-то какое-то упущение было. И вот эта синхронизация работы мозга в полушарии мозга, конечно, будет повышать функциональные его возможности, что позволит и замечать ошибки, и самоавтокоррекции, автокорректировать те моменты, шаги, которые ученик или обучающийся считает ошибочным. В настоящее время количество школьников, которые испытывают трудности в обучении, просто неуклонно растет. И если раньше основными причинами неуспеваемости считались либо неправильное воспитание, или проблемы, связанные с социальной средой, то в последние годы неуспешными оказываются дети из вполне благополучных семей. И все чаще хорошая, высокая успеваемость в школе дается ребенку ценой постоянных головных болей, проблем с желудочно-кишечным трактом или различных невротических проявлений. Причем часто бывает так, что учителя или воспитатели хвалят ребенку, он спокойный, он активный, он реагирующий, а дома он спускает с тормоза вот всю ту пружинку, которая в школе и в садике с ним вот эта держала. Уже родители напротив удивляются, что он и на повышенных интонациях, и срывы, и прочее. То есть идет компенсация, компенсаторный механизм. Если не срабатывает, ждите на физическом, физиологическом уровне каких-либо проблем. Один ребенок начинает говорить в год, а в четыре уже читает, иногда в два с половиной года уже и считает. Другой, обучаясь в школе, и уже не в первом классе, может с трудом осваивать послуговое чтение, неуверенно узнает или вообще путает буквы, и что характерно это и для старших, и среднего школьного звена. И в студенческом контингенте я очень часто замечала и отзеркаливание букв, и особенно в напряженном в период экзаменов, зачетов, и меняют слоги местами. То есть вот это напряжение, оно уже сказывается и в таких вещах, которые когда-то были упущением. У одних детей может быть абсолютная грамотность, природная, говорят, а другие вызубрив наизусть все правила, делают по несколько ошибок в каждой строчке. Такие проблемы возникают у детей не только с присущим каким-то диагнозом, но и абсолютно здоровых детишек. И школьники испытывают проблемы с русским языком, с чтением, математикой. И когда переступает порог школы вчерашний дошкольник, хочет учиться, хочет стать хорошим учеником, не терпится попасть в школьный мир, но появляются первые низкие оценки, желание сразу же попадает. Учиться хочет, но не может. В чем же причина? Очень часто в системе школьного обучения не в полной мере соответствуют программы, утверждаемые федеральным государственным компонентом, те возрастные интеллектуальные особенности детей. Социальный прогресс достаточно высокий, темпы развития науки и техники приводят к тому, что общество проявляет все более и более высокие требования к школьному образованию. Мы вступаем в противоречие усложнения программы с годы в год без ориентации на возрастные психические особенности ребенка. И даже способные к обучению детишки, которые в садике считались, выпускники садика считали, что перспективные будущие отличники, в разряд неуспевающих могут попасть. Трудности в обучении, конечно, могут еще быть обусловлены и недоформированием отдельных отделов головного мозга, что, в общем-то, приводит к тому, что мы задаемся вопросом, что не так с ребенком, что происходит. И вот та структура мозга, которую я здесь специально привожу в презентации, отдельные психические функции, их сосредоточенность в разных зонах полушария, обратите, пожалуйста, внимание, потому что в последующем я как раз и при комментариях задания буду апеллировать вот к этой структуре. И причем мозг у нас имеет как поверхностную структуру, так и глубину, то есть межкорковые зоны, развитие или не сформированность которых может приводить к тому, что мы объясняем чаще всего невнимательностью или поверхностным восприятием информации ребенка. Чаще слышу, что вот не читает, поэтому не запоминает. Не всегда, не всегда, поверьте, почему это происходит. Часто мы очень сталкиваемся не только в школьном звене, в младшем или среднем, но и в дошкольном возрасте, что дети частенько говорят, ой, не могу вспомнить, я учил, но уже забыл. Что это значит? Это значит проблемы с памятью. Где у нас память сосредоточена? Обращаем внимание, это мышление, это лобные части, сознание, мышление, память сосредоточена здесь. Дети говорят, нечаянно пропустил, я не заметил, палочку забыл, отзеркалил букву и прочее. Что? Это уже внимание. Не понял. Проблема с мышлением, с скоростью обработки информации. Не могу себе представить, почему детки некоторые на ходу, когда выполняем упражнение, там, заверши сказку, давай вместе придумаем сюжет, или на ходу мы что-то, почему не получу, не могу, не знаю, не умею, или просто молчание. Значит, проблемы с воображением, это тоже одна из разновидностей психических функций. То есть все проблемы, то есть жалобы, возникающие у ребенка в процессе обучения, ведут к несформированности основных психических функций. Какие же психические функции должны быть на хорошем уровне для успешного обучения? Причем не просто каждой в отдельности, а функции, которые должны в тесном сопряжении, во взаимопереплетении ввести к устойчивому результату. Что значит устойчиво? А не то, что выполнил, сделал, запомнил и забыл. И следующий этап начинаем с нуля. Нет. Дело в том, что здесь уже и распределенное внимание, что это такое, когда ты слышишь, пишешь и реагируешь на реакцию учителя или воспитателя и подсказки, комментарии детишек. То есть восприятие разномодальной информации формируется уже в дошкольном возрасте. И результат в младшем школьном звене мы имеем то, что ребенок пишет на доске, к нему два, три, четыре раза обращаешься, только после этого подключается слуховое внимание. Слухоречивое внимание отсутствует, не сформировано. И поэтому, еще раз повторяю, наша с вами гиперответственность заключается в том, что мы должны все уровни того, что сейчас здесь на презентации вам представлено, помочь развить с помощью определенных методик и занятий. Что значит хороший уровень саморегуляции контрольно-собственной деятельности? Иногда ребенку очень много усилий приходится прилагать, чтобы выполнить то или иное задание. Для этого необходима воля. Если уровень самоконтроля низкий, то ребенку будет трудно планировать и контролировать собственные действия. И, естественно, как следствие, несоблюдение инструкции и требований. Правила проходят мимо ушей. Мы говорим, ты не слышал, ты не знаешь. Мы постоянно вынуждены напоминать, а это лишняя трата времени, ресурсов и энергии. Большое значение имеет хороший уровень восприятия видов, всех видов восприятия. Что это значит? Ну, например, если недостаточный уровень зрительного восприятия на отдельных признаках предмета, что вызывает фрагментарность восприятия, неполноту образа. Чем это может сказаться взрослому уже школьному звене? Ну, например, подготовка к УГ, изложение. Кто-то дословно запоминает и может пересказать текст буквально с первого раза. Кому-то два раза текст прочитали, и нет возможности воспроизвести то, что ты услышал. Вот эта недоформированность зрительно-слухового и пространственного восприятия, как следствие, бывает отзеркаливание букв, путаница в их написаниях. Трудно скопировать фигурку в дошкольном возрасте. В младшем дошкольном держаться в строке или письме, в строчке то вверх, то вниз, несмотря на разлинованность листа. За это отвечают теменные, затылочные и височные зоны, отделы головного мозга. И посмотрите, вот это бороздки, межполушарные, это как раз те нейроны, связи, которые нам с вами нужно формировать с помощью тех техник, которые предлагает нам сегодняшняя методика. Если не сформировано акустическое восприятие, что возникает? Проблемы фономатического характера. Диктанты пишем, как правило, потом плохо. Звуки на слух воспринимаем едва-едва, особенно позиционные, звуки, твердые и мягкие, шипящие, звонкие, глухие и прочее. За это тоже отвечают височные области головного мозга. И в речевой сфере, как следствие, нехватка словарного запаса, нарушение звукопроизношения, а что это, как следствие, безграмотность, недостаточное развитие лексико-грамматического строя, связанные речи. То есть проблемы-то потом отекают в глобальную. А глобальность заключается в том, что коммуницировать, при коммуницировании ребенок, во взрослом возрасте, уже будет испытывать серьезные проблемы. Для этого, конечно, нужно еще развивать и уровень соответствующей памяти. Как правило, зрительная память считается, что она у многих людей является ведущей. Поэтому проблемы с ней встречаются реже. А вот со слуха речевой чаще. Если у ребенка плохо развиты все виды памяти, я имею в виду слуха речевую, зрительную, двигательную, то это, конечно, показатель несформированности глубинных отделов головного мозга, то есть того общего блока питания. Я уж метафорически сравниваю с компьютером, наш мозг всех отделов мозга. Ну и, наверное, очень важный уровень мыслительных операций задействовать уже с младшего звена дошкольного. Это анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение умозаключения, поскольку в зависимости от импульсивности или медлительности ребенка имеются трудности переключения с одной деятельности на другую. То есть вот это все уровни операций сказываются. Ну, например, в письме с одной графемы на другую не переключаемся. Ребенок как бы застывает и может одну букву несколько раз или слоги несколько раз подряд записывать. Если отсутствует гипер- или гипотонус в руке, письмо страдает. Поэтому, когда детишки жалуются и студенты спрашивают, когда я у них про почерковедение, основу говорю, всех мы учим писать одинаково в младшем школьном звене и наклон, и градус, и ручку, и прочее. Почему у всех почерк одинаковый? Вот вам, собственно, и ответ, да, что гипер- или гипотонус в руке будут в последующем влиять и на письмо, характер его письма. Очень важна хорошая зрительно-моторная координация при чтении или списывании с доски. Больше всего учителей раздражает вот та механическая, казалось бы, работа, да, когда даже с доски списать ребёнок затрудняется. Поэтому, безусловно, обо всех извилинных бороздках и прочих мы говорим, конечно, не будем, но обратите внимание, вот эта вот зона, отвечающая за мышление, язык, эмоции, произвольные движения, я не буду повторяться о роли затылочной, пространственной отношения, теменной письмо и слухоречевые, всё во взаимодействии и чёткой взаимосвязи. И поэтому для того, чтобы познавательные способности наших дошкольников и школьников развивались, обычно выделяют много методов, которые можно условно разбить на методы двигательной коррекции, это и массаж, и самомассаж, упражнения по стабилизации общего тонуса тела, к ним мы отнесём отчасти кинезиологически, расслабление мышц, упражнения стоя, гимнастики и прочее, прочее. И, конечно, когнитивные методы коррекции, когда мы направляем упражнения на развитие базовых сенсомоторных взаимодействий, например, с опорой на графическую деятельность, на развитие мелкой или крупной моторики и так далее. Или соматогнозиса. Это термин, ещё раз повторяю, соматогнозис, я его ещё сегодня буду употреблять, это чувство владения собственным телом, движениями тела и контроль за осознанием схемы тела. Вот почему это очень важно, мы при комментарии отдельных упражнений обязательно ещё затронем. Если эти компоненты не сформированы или недостаточно хорошо сформированы, нарушается конструктивная графическая деятельность, это письмо, это ориентация в пространстве, опять-таки расположение в тетради, это полноценное владение вообще в целом школьными навыками в последующем. И при определённом уровне развития соматогнозиса уже это основа, основ в дальнейшем возможно успешное усвоение знаний и умения по различным предметам. Согласитесь, вот все те нарушения, которые я отчасти озвучила и дала краткую характеристику, практически присущи деткам с ОВЗ, когда имеются нарушения тактильных, кинестетических процессов, зрительного гнозиса, пространственных или квазипространственных представлений, слуховой гнозис и прочее, вот с этими нарушениями в совокупности нам с вами приходится работать и при этом параллельно развивать так называемую произвольную деятельность, когда дети обучаются, и мы способствуем тому, чтобы они умели управлять своим поведением, а это в первую очередь нужно при социализации, в дошкольном и школьном зрении. Произвольность, когда он может внимательно быть, внимательно на уроках, на занятиях, когда произвольность формируется на протяжении всего дошкольного возраста и нейропсихологическое упражнение, конечно, этому способствует. Итак, переходим к практической части. В зависимости, еще раз повторяю, я условно здесь обозначила 3-5 лет, потому что от простых, схематических, к более сложным, вы сами ориентируетесь на возможности ваших деток, стоит ли подтягивать вот сейчас на том уровне, который он есть, установив контакт. Далее мы, естественно, ориентируемся уже и на то, когда, допустим, в 3 годика кто-то может, кто-то нет, но в 5 уж точно кружок, геометрические фигуры мы различаем. Вот такие гимнастики, комплексы упражнений, они эффективны и в младшем школьном звене хотя бы для того, чтобы переключиться, то есть дать отдохнуть небольшой перерыв. Если раньше и сейчас тоже мы заменяли маленькими физкультминутками, можно и в сопровождении вот этих упражнений в эти физкультминутки тоже включать. Ну, например, ориентация и в пространстве, и звуковое, и параллельность процессов, и зрительное восприятие, и слуховое. Мы говорим квадрат и правым кулаком по столу, да? Мы говорим треугольник и левым кулачком, говорим круг и в ладоши. И вот эти строчки, пожалуйста, попробуйте сами. Я уверена, с первого раза не у всех получается, даже взрослых людей, медленный темп. Сначала можно правой рукой закрепляем, потом левой рукой очень медленно и постепенно, постепенно, быстрее приводим вот к комплексу таких мероприятий, которые позволяют стимулировать и периферическую, и центральную нервную систему, которая лежит в основе двигательных. Нарабатываются новые нейронные связи между подкорковыми структурами. Для чего это нужно? А мы уже с вами почву закладываем для того, чтобы считать, писать, делать какие-то умственные, выполнять умственные задания, устные задания. Начинаем с самого простого. То же самое с цифрами. Уж до пяти счет, естественно, уже в трех-четырехлетнем возрасте дети уже не только на одном, но и на иностранных языках уже обучаются, есть такие дошкольные учреждения. Дотронулись до носа цифра один, причем вы можете регулировать, да, там средним, указательным, большим пальчиком. Это тоже не только моторика, но еще и пространственная ориентация. Иногда студенты под партой, там, когда умножают, я смотрю вот эти пальчиковые игры, до сих пор пальчиковый фитнес остается. Цифра два. Дотронься до ушей. Убыстряем процесс постепенно. Для кого-то скорость очень медленная, потому что порой, ну, особенные дети, это дети еще и, естественно, индивидуально ориентированные, и работа вот такая. Иногда можно прерваться на другую форму деятельности и вернуться к выполнению вот таких двигательных упражнений. Ну, вот можно право-лево, лево-право, да, опять-таки пальцем правой руки или пальцем левой руки, соответственно, и менять направление, каким пальцем или ладошкой показываем. Еще раз повторяю, с первого раза порой многим достаточно сложно бывает выполнять эти упражнения. Такие же фигурные дорожки, нейродорожки, вот я говорила на прошлом вебинаре, можно сопроводить еще и с фигурными дорожками с помощью геометрических фигур. Ну, а если вы и в цвете предложите, ну, вот для начала, и не хлопками, и не кулачками, а, скажем, произношением определенных звуков, постановкой звуков определенных, да, это уже вот логопеды и дефектологи могут подключать вариации разные с этими упражнениями. Таким образом мы, скажем, постановку гласных или согласных, и здесь подбор геометрических фигур вы можете, конечно, тоже сами регулировать. В данном случае я предлагаю такие. Зрительные, слуховые, тактильные каналы работают, подключаем. Развивается саматогнозис, да, то есть восприятие собственного тела и координация. Одновременно мы выполняем несколько задач, да, то есть вот такая когнитивная нейрокоррекция, она позволит и речь более плавной сделать, и движение, и применяемые часто эти методики позволяют проработать, конечно, проблемные аспекты каждой группы проблем, скажем, артикуляцию поставить, да, или назывательную номинативную функцию речи, то есть называть предметы, явления, указывать на них, грамматическую функцию, если использовать предлоги, соответственно. Ну и постепенно вот в эти, скажем, средние сложности задачи можно подключать уже задачи логические, творческие, то есть трансформировать или вариативность, она всегда за воспитателем, за психологом, за логопедом остается. Ну вот еще, скажем, движение, когда нужно не только с цифрами, но и в геометрическом исполнении визуализировать и предлагать деткам. Ну это как варианты несколько, вы обратили, наверное, внимание, да, я трансформы представила. Далее. Вот обратите внимание, несколько таких карточек, которые сейчас в презентации вам будут представлены, черно-белый цвет, да. Я бы поначалу, мне кажется, так будет эффективнее, поначалу мы, когда окружающий мир познаем с детишками, мы разукрашки, пусть нечетко с линией, пусть будут размытые разукрашки, мы разукрашиваем вот эти черно-белые карточки, ну, допустим, здесь животные и детеныши, да, то есть по сути общеродовое и видовые понятия. Потом постепенно можно приходить к логическим операциям обобщения, скажем, есть домашние животные и отличать их от диких и прочее. Ну, вот и уже после того, как этапы обобщения или дифференциации мы с детьми усваиваем постепенно, мы переходим еще и к двигателям, да, реакциям, когда мы взрослое животное по столу один раз, стукнули детеныш два раза или наоборот, как хотите. Но факт в том, что, посмотрите, поэтапное и многофункциональное подключение выполнения заданий и зрительная память работает. И карточки можно многократно использовать с выполнением разных задач, которые у вас по программе дается. То же самое, пожалуйста, овощи, фрукты, разделение их, да, идет на то, что мы можем закрепить, скажем, за овощами произнесение звука, а неважно, можно гласные, можно согласные, ну, предположим, там, если у кого-то проблемы с шипящим, там, груша, да, там, если с сонорными, грана, перец и прочее, или фрукты. То есть развлечение по тематическим, лексико-тематическим группам идет. И, соответственно, закрепленность уже на этапе, после разукрашек, после освоения групп тематических, уже мы произносим звуки, а это, посмотрите, работает фономатический слух и зрительное восприятие, и родовидовое обобщение. То есть мы с вами все уровни, вспоминаем картинку, да, с мозгом и уровни восприятия работаем, и, казалось бы, простые упражнения, ну, 10-15 минут уделяя во время занятия. Дикие домашние животные, опять-таки, да, кулачком один раз, домашние два раза. Тоже этап разукрашек пройден, мы систематизируем, мы наименование, и тут же можно сопрягать какими-то речевыми, у детей с наречевыми нарушениями, проговариваем, да, послоговое проговаривание, можно музыкальное сопровождение включить, здесь уже на что фантазия ваша будет в упряжке, да, если мы работаем и с психологом, и с логопедами, можно продумать какие-то такие совместные задания, занятия и задания, выполнения заданий, которые будут решать несколько задач. Ну, соответственно, продукты питания, всем детям они известны, да, показываем так или иначе, личную гигиену уже дети научаются распознавать, различать и, соответственно, классифицировать. Вот такой, такого разряда упражнений. По лабиринтам, те упражнения, которые вам наверняка очень часто встречались, есть простые, есть сложные лабиринты, соответственно, подборочка идет по возрастам и по индивидуальным особенностям детей, когда с первого раза двумя ручками одновременно не у многих и не сразу получается, это нормально. Можно сначала левой ручкой, правой ручкой, соответственно, более простые схемы, вот она первая, да, усложненные можно уже давать взрослым детишкам или тем, кто преодолел этап более простых графических изображений, и переходим уже к тем, что с завитушками и сопровождая при этом, скажем, комментарием, да, пальчиками средним указательным или мизинчиками. Вот он тоже сложный, более упрощенный, то есть пространственное перемещение, плюс можно параллельно сопровождать, скажем, повторением каких-то скороговорок, стихотворений. Сюжетный рассказ можно придумать, ну, скажем, путешествие рыбки по морскому лабиринту, либо приключение котика, и что он может встретить по дороге, да, и, соответственно, пальчиком, пока котик не доберется до такой вот вожделенной сосиски, да. Сложные, простые. Опять-таки, подборка идет от того, насколько ваши детишки могут и способны выполнять, да, эти карточки. Вот это сложный уже лабиринт. Ну, и вот я разные варианты вам предлагаю. Сюжетные рассказы – это как раз уже преддошкольный возраст 5-6 лет, когда у детей воображение достаточно развиваем. И приключенческие, или, может быть, мультипликационные фильмы до этого какие-то смотрели. Впечатления, когда после прогулки видели божьих коробочек или бабочек. Все это можно присвокупить при выполнении таких вот упражнений. Если сюжетная игра, скажем, вот такая с бабочкой, она может спрягаться уже более сложной с тем, что мы имеем вот такие лабиринты. Вот разные варианты я вам здесь предложила. Я надеюсь, что какие-то карточки, они, кстати, из тех нейротренажеров и той литературы, характеристику которой я в завершении нашей встречи сегодня кратко вам скажу. Вот, пожалуйста. И сказок героев встретили. Можно в продолжение тех сказок, которые вы уже изучили. И так далее. То есть сюжет, основа и алгоритм работы с этим инструментом я, наверное, кратко пересказала. И вы, я уверена, их применяете в своей деятельности. Но как трансформироваться для того, чтобы достигать уже задач по нейрокоррекции, можно и с тем материалом, который у вас уже в методическом арсенале имеется. Вот такие кинезологические упражнения, они, безусловно, отвечают за, еще раз повторяюсь, вот такое совокупное отработку тех сложнейших психических функций, которые будут закладываться в основу учебных навыков. И если вы помните, я видела, что в числе сегодняшних слушателей присутствуют и психологи, и логопеды, помните, что для детей совсем малышей первых лет жизни обычно просят показать либо один, либо два, либо три пальчика. И детям, которым удается изолированным пальцем продемонстрировать, считается, что это говорящие дети. Кому не удается или плохо удается, значит, с речью намечаются какие-то проблемы, и развитие речи мышление будет затруднено, на что уже нужно будет какие-то упражнения подбирать. И поэтому мелкую моторику никто не отменял. Это не тренд, это не дань моде был, это всегда было востребовано для того, чтобы стимулировать, влиять на развитие речи вот таким мощным средством, повышающим работоспособность отдельных отделов головного мозга и его деятельности в целом. То есть пальцевая моторика, или сейчас его принято называют пальцевым фитнесом, пальчиковым фитнесом, упражнения с детьми младшего возраста, конечно, необходимо 3-5, если при необходимости и больше, но в таком медленном темпе, сначала одной рукой, потом следующей, в завершении двумя руками вместе, для того, чтобы отрабатывать вот это межполушарное взаимодействие. Ну и, конечно же, психологическая атмосфера игры, занятий, работы должен быть спокойным и доброжелательным, четким и достаточным. И поэтому, вот отвечая попутно на вопрос Дмитрия Базилевича, пока я говорю о генезологических упражнениях, мотивировка детей к участию в таких нейрокоррекционных играх, она общая, как и для выполнения всех игр или вовлечения их в упражнения, мотивация. Без положительной мотивации невозможно ни взрослых, ни детей привести к какому-то эффекту. Поэтому вот вовлеченность детей может быть самая разная. Здесь уже подходы мы отрабатываем индивидуально в зависимости от конкретного ребенка. Поэтому методики для диагностики или мониторинга изменения в психоэмоциональном состоянии детей, они, конечно, существуют. Здесь бы я вас делегировала, конечно, к работам Натальи Вадимовны Черниговской, поскольку нейробиологические основы здесь лежат прежде всего. Сегодня я не говорю о психоэмоциональном состоянии детей, мы это учитываем при подборе и при мотивировании к выполнению определенных заданий, вовлечению их в обучающие игры. Поэтому могу делегировать к нейробиологическим работам Черниговской и в целом Санкт-Петербургская лаборатория когнитивно-поведенческих исследований, которую она возглавляет. Там целая школа, есть у нее интернет-сайты и даже телеграм-канал. Поэтому я думаю, здесь можно найти эти подходы. А к факторам, которые ограничивают эффективность нейропсихологических игр в образовательной практике, конечно, могут быть сугубо индивидуальные показатели, когда к особым детям нужен особый подход, и в индивидуальной работе мы здесь учитываем фактор, наверное, медицинский. Остальные я не думаю. Вот остальные факторы, я думаю, вполне работают на руку образовательному, в целом педагогическому процессу. Но и нам с вами, как специалистам с педагогическим образованием, конечно, подход к таковым детям найти всегда нужно и уметь. Позвольте, если, с вашего позволения, перейду к кинезиологическим упражнениям, которые, я считаю, многофакторные, многофункциональные, выполняют несколько задач. Обратите внимание, медленно, например, когда мы и заучиваем стишок, не с первого раза, естественно, а мы изображаем бабушка очки надела, устала на стульчик присела. Не возбраняется, если ребенок вместо стола как-то по-другому его изобразил. Если он запомнил этот значок, вот он, стол, вот он, стул. Здесь, может быть, ребеночек может вот так вот показать, стульчик и прочее. Не важно. Важно, что он комментирует движениями и вот это речевое сопровождение, которое желательно постепенно заучить. Только в книжку заглянула, улыбнулась и уснула. То есть вот сюжет, сопровождаемый двигательными реакциями, речевым, слуховым. А если вы еще и визуализируете в виде картинки, то это будет прекрасно, потому что задействованность практически всех форм восприятия есть. И мы работаем над этим первый, второй, третий раз. Можно, соответственно, ну вот эти упражнения можно уже с трех лет вполне и раньше. Ну, в зависимости, там, два-два с половиной года, какое развитие индивидуально идет. В домике, соответственно, тоже. Да, ну вот эти упражнения, я бы с четырех с пяти лет. Почему? Потому что здесь совокупность трех-четырех движений присутствует. А вот попроще, например, зайки-попрыгайки. Здесь два движения и упражнения вполне запоминаемые. Запоминаем, да, скачет зайка под высокой сосной, под другую сосной скачет зайка второй. И, пожалуйста, вам визуальное изображение. Чуть сложнее, конечно, со змейкой. Да, здесь и взрослые не всегда могут замочек скрутить и прочее. Посмотрите-ка, друзья, у меня живет змея по дивану, по коврам, может ползать тут и там. Можно изобразить и ползание, можно и правую, и левую ручку. Кстати, для левшей упражнения отдельные продумаются. Есть специальные нейротренажеры для левшей. Птички-невелички тоже попроще упражнения, чем предлагаемые, скажем, для четырех-шести леток. Эти можно уже с двух-трех летками упражнения проделывать. Вот эти упражнения для зрительного гнозиса, это, конечно, уже сложные. И, начиная с пяти лет, от классификации от общего к частному или от частного к общему, вы уже выбираете того, как, с чего дети начинают. Чаще всего они начинают, конечно, с частного. Там очки, мячики. Где? В стаканчике, да? В рукавичке. Что у нас помещается? Уже от общего к частному. И тренируем, видим, кто что не увидел. Можно описать попутно березку, можно про репку, сказку вспомнить и утварь домашнюю, и огурцы, как овощи, противопоставить фруктам. То есть параллельно можно задействовать еще и группу тематических, лексико-семантических групп для того, чтобы закреплять то, что вы ранее уже с детьми повторяли. Вот подобные сложные уже упражнения, но если вы подключаете еще и описательные вещи, то будет замечательно. Нейроупражнения, которые можно использовать уже для детей начальных классов, которые умеют, пусть по слогам, или кто-то бегло, кто-то только приступает к чтению. Сложные задания покажутся на первый раз. Вот читаем только черные буквы. Взрослые достаточно быстро к этим заданиям привыкают, но тем не менее умение выбрать только черные буквы и их читать – это уже зрительное кнозис, должен быть подготовлен основа тех каналов, которые уже в дошкольном возрасте укрепляются. Вот те цветные строчки и набор букв, которые позволяют, помните, «Божью коровку улети на небо, принеси нам хлеба черного и белого, только не горелого». Работаем, да? Очень хорошо подборка упражнений действует на параллельное заучивание словарных слов для того, чтобы повысить функциональную, теперь говорят, грамотность, которая включает в себя и знания орфограмм определенных и прочее. Вагон, парабей, молоток, выделяя, визуализируя, выделяя те гласные, которые запоминаются, потому что еще раз повторю, что более 80% людей на планете по подсчетам психологов являются с ведущим зрительным каналом. На это стараемся и работать в том случае, если, конечно, зрительно у детей нет каких-то патологий с зрением. Далее. Помимо того, что мы с вами оперируем широким и узким понятием, можно уже вводить среднее понятие, но это в школьном возрасте, потому что в дошкольном возрасте в серию заданий «Я. Приклассификация от общего к частному или от частного к общему» мы уже закладываем на то, что в младшей школе дети могут, соответственно, подразделять одежду на зимнюю, весеннюю, летнюю и так далее, и к зимним, соответственно, шуба, к весенним пальто, прочее, прочее. И распределить из того, что вы подберете широко-среднее-узкое понятие. Среднее может иногда отсутствовать, но вы можете вместе заполнить эту часть. Ну и еще упражнение чтения вверх ногами только в том случае, когда навык чтения уже сформирован, я думаю, это уже второй, третий классы. Вот такой, скажем, механизм угадывающего чтения тоже запущен, и нет проблем с заменой букв по оптическому признаку. То есть образ буквы у ребенка уже сформировано достаточно хорошо, чтобы прочитать, что мальчики, Миша и Сережа, жили у деда, они помогали деду сушить сеть, и дедушка учил мальчиков ловить рыбу. Ребята любили работать с дедом. Вот вам дедушка. Пространственная ориентация, звука буквенная, ну и, конечно же, зрительная. Усложнение таких вот упражнений, запоминалочек, которые позволят работать над таким коммуникативным качеством, как богатая речь, и грамматически ее оформлять, начиная с какого-то одного слова, какой-то с одной лексической единицы. Улица, зеленая улица. Кто-то придумывает из игроков слово, и затем участники добавляют по одному слову, повторяя фразу целиком. Можно сказать, красивая улица с красивыми зелеными домиками, наоборот. То есть это постепенно усложняет, сложнее тексты. И, соответственно, вот такие игры, которые уже учителя на уроках русского языка могут дополнительно при работе с квалификационными признаками давать, и за одну-две минуты вот такие карточки можно оформить и пополнить лексический запас, использовать несколько экземпляров таблицы, выигрывают в таких вот конкурсах те, кто все графы в своей таблице заполняет. И визуализация отдельных пяти-семи несложных лексических единиц позволяет детишкам запоминать их, выделяя, скажем, по ассоциативному признаку или по стихотворному. Кто-то в стихотворениях складывает, а кто-то может и не заполнить. Поэтому такая работа можно даже с трех, с четырех, с пяти, находя до семи букв. Ну, таким образом, подходя к заключению и еще раз отвечая на вопрос уже Юлии Буслаевой на нейроиграх и нейроупражнениях, то, что я сегодня и в начале выступительной части говорила о роли их и то, что мы имеем, и можно ли использовать нейроигры с детьми, которые имеют тяжелые интеллектуальные психические нарушения? Я уверена, что да. Почему? Потому что в первую очередь можно снять вот то напряжение, найти ключ с помощью определенных упражнений для того, чтобы снять напряжение, подготовить ребенка к восприятию информации. И, Юлия, не забываем, конечно же, звено от простого к сложному, да, от самых простейших подборок, которые, может быть, могут сопрягаться с тем, что ты видишь, тем, что ребенок, на что обратил внимание. Ориентации, может быть, по созданию. Сначала ассоциативных образов, от ассоциативных переходить уже к классификации и постепенно-постепенно, приводя вот в те, сказать, в норму ту, которую в психологической литературе описывается, может быть, не сразу, но выправляя, да, выправляя постепенно вот тот маршрут индивидуальный, который детям и с тяжелыми интеллектуальными и психическими нарушениями вполне позволителен в зависимости от тех комбинаций игр и упражнений. И, я уверена, в совокупности с не только с когнитивными методами, но и с методами терапевтическими, психотерапевтическими, в совокупности. Отдельно, Юлия, вряд ли, а в совокупности результат будет обязательным. И из тех источников нейрогимнастики для детей, то, что сегодня частично я выбрала, то, что вариативно представлено здесь 63 задания, нейротренажеры для интересных уроков и полезных занятий, здесь возрастные категории обозначены, есть нейротренажеры для развития слогового чтения и подготовки к школе уже дошкольные, есть пальчиковый фитнес, обратите внимание, и нейротетради, которые уже с двух лет могут в школе применяться, и различные игры для разного возрастного контингента, и отдельные смарт-уроки для игр левшей. Благодарю за внимание. Если есть еще вопросы, я пока вот посмотрела чат вопроса, возможно, так, здесь тоже, да, продублировали просто. Вот, есть еще вопрос, какие методы для развития памяти в игровой форме возраст 3-4 года. Ассоциативная методика прекрасно себя зарекомендовала, когда можно в игровой форме именно для 3-4 леток переходить от ассоциативного образа мышления уже к конкретному. Так, спасибо, спасибо. Так, Дмитрий Базилевич, вопросы ваши ответила. Смотрю уже другой чат, потому что, так, ну, вроде бы вот все, да, А, вот еще один. Ага, спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые слушатели. Буду рада встрече, новым встречам с вами на семинарах, вебинарах. Добро пожаловать. И, конечно же, творческих вам успехов и терпения, креатива и желания работать. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok